Как говорит древняя самоанская мудрость, «уалесеи мао сеалаваа», то есть, почему бы нам не вернуться к теме. А другая древняя мудрость говорит о том, что таких надо гасить, пока они маленькие. Так что без лишних вступлений приступим. Вот еще один малоизвестный снимок Эллоро этого же места. И почему же этот снимок вдруг оказался малоизвестным? Малоизвестен кому? Многоуважаемому автору? Дело в том, что все данные, не только снимки, все данные, поступающие от Эллоро, заносятся в каталог. Он открыт. Бери, изучай. Но нет. Наш уважаемый эксперт, вместо того, чтобы изучать скучные каталоги с какими-то скучными и непонятными рядами цифр, смотрит в твиттер. К счастью, это твиттер команды поддержки Эллоро. Запись, ссылка на эту запись будет в описании видео. Малоизвестный тип. По тени модуля можно сказать, что Солнце стоит близко к Зениту и к Западу. Но тени в кратерах соответствуют отнюдь невысокому положению Солнца. По моим снимкам не выше 25 градусов. Наш новый друг четко усвоил урок о том, что чем чаще ты повторяешь одно и то же высказывание, тем более убедительным оно выглядит. Но, казалось бы, Титану планетологии не так стыдно заглянуть в каталог снимков, потому что номер этого снимка установить совсем несложный. Можно посмотреть в каталог и узнать, что угол между солнечными лучами и вертикалью составляет величину примерно 35 градусов. Можно было не гадать, а просто узнать эти данные. К слову сказать, аполлоновских снимков ЛРО на самом деле больше, чем попадает в раздел новостей на сайте НАСА или на сайте того же ЛРО, хотя бы по той причине, что раздел новостей совсем не обязательно должен повторять по содержанию каталог снимков. В новости попадает что-то интересное, там, к дате может быть что-то, или снимок, сделанный под каким-то необычным углом, или что-то еще такое. Или с рекордно низкой высоты, например. Разрешение этого снимка не очень высокое, но в отличие от снимка 2, все следы отлично видны. Проявляются даже такие следы, которые не видны на гораздо более качественном снимке. Разрешение этого малоизвестного снимка примерно полметра на пиксель, и благодаря удачному освещению снимок действительно хорошо читается. Но если до этого момента эксперт бойко рисовал точки, стрелочки, линии и прочее, то вот сейчас он почему-то решил умолчать о том, какие именно следы видны на плохом снимке и не видны на хорошем. Странно? Вывод опять один. Снимок ретушировали. Стало быть, все три снимка Эллоро ретушировались и подвергались обработке. На первом и третьем снимках сделано наложение на снимки Луны следов Ровера и астронавтов. И если бы восходящая звезда планетологии хоть на чуть-чуть бы заинтересовался хронологией появления этих снимков, я уж не говорю про другие их параметры, то он бы узнал, что тот снимок, который он считает почему-то вторым, на самом деле хронологически первый, причем появился за несколько лет до того снимка, который Григорьич считает первым. Но это во-первых. Во-вторых, что это за такие глупые ретушеры, которые все никак не договорятся между собой, как и какие приборы, какие следы и какие тени им вообще рисовать? Как это возможно? Как при такой организации труда можно много лет подряд обманывать весь мир? Так что ни один ученый это не заметил, а вот только Григорьич... Не забалуешь у Григоряча! Ра-та-та-та-та-та! На всех снимках сделано наложение нечетких расплывчатых изображений Модуля и Ровера вместе с их тенями. Это явная подделка, имеющая целью продлить обман с полетами на Луну. Ведущему специалисту по селенографии и планетологии все ясно – не летали. И свою уверенность он основывает на картонных конусах, вклеенных в арголит. На дебильнейшей ошибке с определением диаметра кратера по фотографии кратер оказался, на самом деле, правильного диаметра. На странной уверенности в том, что тень от Лунного Модуля – это, на самом деле, тень от Лунного Модуля, а не что-то другое, потому что вариантов больше, чем один. И это, на самом деле, даже не модуль, а его посадочная ступень. Вернее, остатки посадочной ступени. Ну и самое главное, самый убойный аргумент – это тень от того самому модуля, длину которой, без учета наличия кратера, неправильно посчитал нам Григорьевич. Как по мне, так все это убедительнейшие аргументы в пользу того, что Григорьевичу лучше бы заниматься магнитофонами и электропроигрывателями, или даже выигрывателями, а в космонавтику и вообще во всякие заговоры лучше бы ему не лезть. Но фильм на этом не заканчивается. Она логически вытекает из уже доказанного мною факта подделки единственного видео поездки ровера по якобы Луне. У меня уже есть видео с анализом проездки того самого ровера по той самой Луне. И там, как мне кажется, достаточно убедительно я показываю при помощи строгой математики и школьной физики, что на ровер и на пыль и на все остальное действует лунная сила тяжести и отсутствие воздуха. Вот. Так что я не хочу выходить за рамки сюжета данного видео. И вот этот аргумент великого опровергателя, может быть, я тоже рассмотрю, но точно не сейчас. Вот имеется видео старта Аполлона-16 с Луны, на котором видны оставляемая часть лунного модуля и местность вокруг. Видео сделано в далеком 1972 году. Я выбрал хороший кадр, потом повернул и обрезал первую рассмотренную нами фотографию ЛРО для простоты сравнения. Давайте сравним. Легко убедиться, что все ориентиры на местности в точности совпадают, вместе со следами колес ровера и самих астронавтов. Это впечатляет. Но вот что я вдруг заметил. Изображения не просто совпадают, а совпадают в точности даже формы теней, холмов и кратеров. Это как минимум странно. Но насколько точно это совпадение? Насколько оно странное? Ведь там запечатлена одна и та же местность, что странно было бы ожидать, что она станет принципиально иной. С одной стороны. С другой стороны, что делать с тем, что на кинопленке есть кадры, снятые с гораздо меньшей высоты? В принципе, недоступный ЛРО. И там такая детализация изображений, что ну... Что это такое? Откуда оно взялось? Макетная съемка? Ну, допустим. А какого размера был этот макет, что получается вместить такие гигантские области на него? Причем с такой детализацией? Как такое возможно? Ну да ладно. Давайте вернемся от риторики к каким-то более конкретным вещам. Давайте более внимательно посмотрим на выбранные кадры и попробуем для начала понять, насколько хорошо они совпадают. Проведем пару отрезков от посадочной ступени до центров двух небольших кратеров для наглядности и определим некоторые длины и углы. И вот если синие отрезки в самом деле очень схожие, буквально в пределах погрешности измерения, то красные уже заметно отличаются по длине. Еще более заметно различия по углу. Скорее всего, оптические оси камер в обоих случаях были направлены немного по-разному. То есть, это все-таки разные кадры. Что вообще-то очевидно, если вспомнить, что кинокадр взят из, собственно, кинозаписи, где мы видим местность из близкого расстояния и со значительной высоты. Или же это разные макеты, отличающиеся друг от друга почему-то только пропорциями, но оба поразительно высокодетализированные. И в итоге нам нужно сделать предположение о том, что либо где-то существует макет, или даже макеты поверхности Луны, выполненные с поразительно высокой точностью, либо эти кадры, полученные примерно в одних и тех же условиях, рядом с известным нам небесным телом. Но ведь условия съемки сравнить невозможно, как бы говорить нам конспиролог, потому что он не знает, как это сделать. А я отвечаю, нет ничего проще. На Луне одна и та же погода, не меняющаяся уже миллиарды лет. И для сравнения условий съемки нам достаточно сравнить освещенность. Снимок Элурона, который мы смотрели, получен 6 ноября 2011 года. Если кому-то очень важна точность, то в 0 часов 36 минут 52 секунды всемирного координированного времени. Как уже сказано, угол падения солнечных лучей на тот момент и в то место составлял величину порядка 42 градусов. Высота точки съемки, хотя это и не очень важно, примерно 24 километра. Аполлон-16 стартовал с Луны 23 апреля 1972 года в 8 часов 25 минут 48 секунд. Возвышение Солнца было около 49 градусов, по данным НАСА. А мы знаем, что конспирологи данным НАСА верят только в том случае, если это удобно самим конспирологам. Если же данные НАСА противоречат утверждениям конспирологов, тогда, конечно же, данные НАСА не верны. Но давайте их проверим. Ха-ха-ха! Как бы скажет нам конспиролог. И как же ты собираешься проверить данные НАСА? Ты что, свой спутник запустишь? А я ему как бы отвечаю. Не, зачем? Я сделаю круче. Я запущу свою обсерваторию. Компьютерную обсерваторию Селестия. Вот у нее такая красивая заставочка. Полетели, полетели, полетели. Сейчас переключится на Солнце. Все это можно пропустить. Но зачем? Такая красивая заставка. Вот. Это Земля. Кстати, это Земля. Это Африка родной. Хе-хе! Нам нужно перейти к объекту под названием... Лу-на. Давайте сразу в объем координаты. Место высадки Аполлония 16-го. 15, 49. Высота над поверхностью 5000 километров. Полетели, полетели, полетели. Вот она Луна. Темно, как в фильме у Елхова. Теперь нам нужно установить время. Так. Давайте установим время. Какое там время? Какое там время? Время было... На момент съемки кадра ЛРО. ЛРО 6-е ноября 2011-го года 00-36. Дальше не важно. Так. Вот она фаза Луны на тот момент. Фазовый угол 41,5... Ну, 42 градуса, как и было сказано. Так. Ну, со снимком ЛРО НАСА не наврало. Ладно. Ну, наверное, они совершенно точно... Они ж тупые. Они не могли правильно установить, указать этот угол, когда фотографировался, когда взлетал Аполлон-16. Правильно? Значит, 23 апреля... Ой. 1972-го года. 0,8... 25. Далее не важно. Опа! Фазовый угол 48,30. Ну, 49 примерно. Нас и тут нас не обмануло. Что ж такое? Вот подонки, а! Вот так, вот так подставить уважаемого гуру. Так некрасиво. Ведь различить вид кратеров при углах 42 и 49 градусов не получится, наверное, даже у него. Несмотря на то, что у него есть такой великолепный инструмент, как картонные конуса. Вот же подонки эти пиндосы. Кстати сказать, у нас и действительно были макеты Луны. Пару кадров я показал чуть раньше. Но эти макеты были предназначены для некоторых тренировок астронавтов. Ну, там, для визуальной навигации и подобных тому вещей. То есть, его масштаб никак не позволяет, в принципе, вообще, проводить высокодетальные съемки в районах высадки экспедиции. Просто, ну, детализации не хватит. Как ни старайся. Поэтому я решил рассмотреть фотографии ЛРУ для других экспедиций. И тут наткнулся в интернете на важную для меня статью. Оказывается... К счастью, информации на скриншоте вполне достаточно, чтобы найти первоисточник. Но... Конспиролог. Оказывается, я не первый придумал повернуть и обрезать фотографию ЛРУ, чтобы упростить ее сравнение с кадрами видеостарта. Вот еще аналогичное сравнение для Аполлона-14. Автор статьи утверждает, что столь подробные детали рельефа Луны, как на видео до полета Аполлона-14, были никому неизвестны. А раз так, то они, по его мнению, являются стопроцентным доказательством полета Ориона на Луну. Ведь такая подделка логически невозможна. Действительно, нельзя же подделать то, что еще неизвестно. Но тогда что же, посадка была в неизвестное никому место? Слишком рискованно, поэтому я решил проверить, а действительно ли рельеф местности не был никому известен. Такой длинный кусок я оставил для того, чтобы вы почувствовали мою боль. Замечание о том, что астронавты летели вовсе не в неизвестность, это правда, действительно, справедливое замечание, потому что перед Аполлонами к Луне летали рейнджеры, к Луне летали лунар-орбитеры, и вот последние из них составили очень практически полную карту поверхности Луны. Весьма детальную и на долгие годы остававшуюся самой качественной вообще из всех возможных съемок. Вот, но, разумеется, наш новый друг берет эти сведения на вооружение тут же, но утаивает кое-какие мелочи. Когда он говорит, что лунар-орбитеров было пять, это правда, но он не упоминает, что два из них фактически не смогли справиться со своей задачей. Мелочь, но ладно. Вот, а когда он говорит, что фотографии места посадок сделаны с качеством на вид не хуже, чем у ЛРО, нужно заметить, что вот опять вот это вот на вид сравнение, без каких-либо подробностей. А что будет, если мы заглянем в технические характеристики лунар-орбитера? И точно, автор здесь явно увлекся и ошибся. Не было никакой неизвестности. Вот снимок, сделанный спутником Луны лунар-орбитером-3. Он летал в целях поиска места посадки для Аполлона-12. Снимок сделан с качеством на вид не хуже, чем у ЛРО, хотя по параметрам камеры он вдвое уступает ЛРО в размере пикселя. Разумеется, что аналогичные снимки делались и для всех следующих Аполлонов. Уважаемый эксперт почему-то забыл упомянуть, что метровое разрешение снимков у Лунар-орбитеров было лучшим достижимым на тот момент. А у Лунар-рекойнансанс-орбитер, у современного спутника, лучшее достижимое разрешение – это 25 см на пиксел, 4 раза лучше. И это во-первых, камеры у Лунар-орбитеров были пленочными, это во-вторых. А отсюда возникает куча всяких, наряду с достоинствами, это очень крутая фотоаппаратура. Есть всякие недостатки, например, ограниченный ресурс. Вы не можете заправить сколько угодно пленки и сколько угодно химореактивов для проявки. Да, там пленка проявлялась прямо на борту, сканировалась фотосканером и отсылалась на землю по радиоканалу. Только так. То есть, соответственно, у вас кончилась пленка, кончились реактивы, заел механизм – все, вы больше не снимаете. ЛРО, в свою очередь, он электронный и может снимать до тех пор, пока у него не кончится электричество. Ну или пока его система окончательно не деградирует. Из-за микрометеоритов, из-за космических лучей, там может быть очень сильных. Однажды у него кончится топливо для маневров, но это будет еще очень нескоро. То есть, ресурс у орбитера гораздо ниже. Поэтому вы не можете реализовать такой режим работы, как пересъемка поверхности. Из раза в раз, пролетая над одним и тем же участком, пленку тратить на нее довольно расточительно. А ЛРО, пожалуйста, он может это снимать сколько угодно раз. Вот. И в-третьих, разрешение камер ЛРО штатное, 50 см на пиксел – это разумная величина для картографии. То есть, задача картографирования выполняется им вполне успешно. Зачем на карту наносить булыжники размером меньше, чем полметра, я лично не знаю. Потому что, если, например, планировать посадочную миссию, то как раз такие булыжники можно считать опасными. Все, что мельче, пофиг, есть оно или нет. К тому же, как я уже неоднократно указывал, конспирологи, увидев снимки с более высоким разрешением, точно так же, с такой же легкостью, назовут их поддельными. Луноарбитеров было 5. Они не только искали места для посадок, но измеряли радиацию, гравитационные поля и прочее. Ну так и ЛРО не только фотографированием занят. И что теперь? Получается, что за 40 лет прогресса камеры и телескопы спутника ЛРО почти не улучшены по разрешению пикселя по сравнению с аналогичными в lunar-орбителе 3. На всякий случай поясню. Научная аппаратура это не смартфоны, это не видеокарты для игр. Это аппаратура, решающая определенные задачи. И просто повышение каких-то количественных характеристик вовсе не обязательно приводит к качественному улучшению результатов экспериментов, например. То есть иногда может быть, а иногда не обязательно. И выбранного разрешения, на всякий случай повторю, для задач картографирования вполне достаточно. И еще раз напомню на всякий случай, случаи разные бывают, что уважаемый эксперт в начале своего фильма выразил полное удовлетворение качеством снимков ЛРО. А теперь они ему не нравятся. Вот это действительно сюрприз. Спасибо автору статьи за то, что мне пришлось это выяснить. К сожалению, многознание уму не научает, и выяснив даже что-то новое для себя, уважаемый эксперт по сути остался на стартовой позиции. И тем более спасибо за предоставленные материалы по сравнению снимков ЛРО и кадров видеостартов Аполлонов 14, 15 и 17. Должен признаться, что когда я увидел эти двойные снимки, я был реально ошарашен. На всех парах снимков видны полнейшие совпадения формы теней для всех объектов. Таким образом, случайность здесь исчезающая маловероятна, и возникает впечатление, что совпадение это было вынужденным. Сходство настолько удивительное, или как говорит многоуважаемый эксперт, вынужденное, что я взял и проверил гипотезу, вы уже догадываетесь какую. Данные по Аполлону 16 мы уже видели. Аполлон 11 и 12 сам автор не рассматривает. Мы тоже не будем еще чего делать за него, его работу я не буду. Давайте ограничимся 14, 15 и 17. Я не буду вас мучить, Селестия, я покажу сразу итоговую табличку. Я выписываю результаты. И получается, что уважаемый эксперт, в общем-то, прав. Случайность здесь в самом деле маловероятна. Я соглашусь с этим. И дополню, что вполне очевидно, что момент съемок выбирался не наобум, не абы как, а вполне сознательно таким, чтобы условия освещения были бы похожими на те самые, как вот в кинохрониках. Что в этом такого невероятного? Вы уж извините, проверять схожесть там отрезков и углов я, наверное, не буду, потому что это вряд ли имеет смысл. Пудлые аферисты все предусмотрели. Почему маловероятно? Да потому, что день на Луне длинный, это почти земной месяц. И чтобы выбрать подходящий момент для съемки с идентичными тенями, надо очень долго вращаться на орбите и ждать. А зачем? Нет же вообще такой нужды. Многоуважаемый эксперт прав тогда, когда он говорит, что лунный день довольно длинный, почти 30 земных, и нужно долго ждать подходящих условий съемки, болтаясь на орбите. Я с этим не спорю, это действительно так. Но давайте еще раз посмотрим на даты, когда были сделаны эти снимки. Между событиями разница в год, в полгода. По-моему, это как раз подпадает под определение долго ждать. Вам не кажется? Кроме того, напоминаю еще раз, что снимков с зонами высадок Аполлонов гораздо больше, чем их попадает в новости. Не все они туда попадают. По той причине, что они по большей части скучные. Ничего особенного из себя не представляет. А зачем отобрали именно такие? Затем надо. Тупые пиндосы захотели, чтобы Григорьич их разоблачил. Вот и выложили такие подозрительные снимки. А как же иначе-то? Кроме того, за 40 прошедших лет местность Луны должна была хоть немного измениться. А на всех парах снимков полная идентичность. И когда я спросил восходящее светило нового течения нелитаизма о причинах, заставляющих его думать, что местность должна измениться настолько сильно, что это будет видно даже на фотографиях с разрешением полметра на пиксел, он мне ответил с ссылкой на большой форум. Я не буду рекламировать. Обойдется. Так вот. В той статье в восторженных выражениях рассказывается о том, что дурачки из НАСА сами себя опровергли, рассказав про пылевые бури. Материал об этом таинственном явлении у меня на канале уже. Ссылка на то видео будет в описании под этим видео. Так вот. Я напомню, что по данным НАСА, которым конспирологи безусловно верят, выходит так, что за прошедшие полвека через квадратный метр поверхности пронеслось аж 17 миллиграмм пыли. Но в это конспирологи уже не верят. Тут верю, тут не верю. Очень удобно. Кроме того, данные с ЛРО вместе с фотографиями с Аполлонов используются для оценки темпа образования новых кратеров. Они до сих пор появляются на Луне, как ни странно. Например, при помощи пересъемки одного и того же района, та самая фишка, которой в принципе невозможно было с пленочной камерой старого лунар-орбитра, был обнаружен свежайший 12-метровый кратер, возникший где-то между октябрем 2012 года и апрелем 2013 года. Точная дата неизвестна. Но вот его нашли. При помощи сравнения двух фотографий одного и того же участка местности. Другой пример. Но тут уже известна точная дата. 11 сентября 2013 года земные телескопы зафиксировали вспышку в определенном районе Луны. Лунар-орбитр переснял этот район, когда он до него добрался. И точно! Новый кратер! И так 4 раза подряд. Да хоть 10! Причем тут эти вероятности, если это небесная механика и она вся предсказуемая. Просто какая-то ненаучная фантастика. Сходится все до малейших деталей, даже то, что можно принять за дефект кадра. Тут я уже крепко призадумался. И в результате этих напряженных раздумий и под давлением новых фактов он пришел к выводу о том, что снимки ЛРО настоящие и что американцы летали на Луну. Нет, зря надеетесь. Ха-ха-ха, зря надеетесь. Как такое чудо могло получиться? То есть практическое использование законов небесной механики, орбитальная баллистика, навигация и все такое прочее, это, по мнению радиоинженера, чудо. Полезли в голову всякие крамольные мысли. А существуют ли вообще на Луне такие места посадки? А что если все фотографии этих мест не более чем проекты декораций на Земле, на которых имитировались условия Луны? А что если Земля плоская и Луны нет никакой вообще? Все накрыто небесным куполом и небесные тела это просто проекция. А? Ведь это логически объяснит невозможность такого чуда, как полет на Луну. А? Григорьич, давай, скажи это, скажи. Все космические снимки, это подделка. Скажи, тебе остался маленький шажок сделать. Совсем чуть-чуть, скажи это, не ссы. И твое падение на темную сторону станет окончательным и бесповоротным. Просто нечего было снимать этому ЛРУ на Луне, вот он и не особо старался. Да, зассал Григорьевич. Ну ничего, все еще впереди. Подретушировали только старые фотки и вставили их в новые. Врать так с размахом. Виды декораций в другое время лунных суток тоже можно сделать и вставить в реальные снимки Луны. Но тут я понял, что нарушаю свои же собственные правила. Не облекать лишь фантазии в форму реальных исследований. А фантазии в форму реальных исследований не все могут облекать. Вернее, облекать могут не только лишь все. Мало кто может это делать. Повторю свой вывод, к которому я пришел чуточка раньше. Этот, вне всяких сомнений, независимый мыслитель, отважнейший из исследователей, не рукожоп, и, конечно же, авторитетнейший эксперт, Совершенно напрасно полез туда, в чем он ни хера не разбирается. Занимался бы ты лучше своими патефонами. На этом все. Желаю вам творческих узбеков. До следующих встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok